МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. И вот некоторые темы выпуска. Сели все. Борт из Тюмени отправился в Ноябрьск, а посадку совершил в Тюмени. В самолете сработала аварийная сигнализация. Ничего себе уборочка! Вместе со снегом коммунальщики сгребли скамейки и ограждения. И 12 преподавателей борются за звание лучшего. Сегодня стартовал городской конкурс Учитель года. Пассажирский самолет авиакомпании ЮТР, вылетевший сегодня из Тюмени в Ноябрьск, совершил вынужденную посадку. АТР-72 французского производства был вынужден вернуться в аэропорт Рощина сразу после взлета. Сработала сигнализация правого двигателя. Посадку самолет произвел в 9.05. На борту лайнера находились 34 человека. Никто не пострадал. Отмечу, в Ноябрьск пассажиров отправили другим, исправным самолетом той же авиакомпании. И вот что о своем перелете говорят сами пассажиры. Нас-то в курс дела не поставили. Знаем точно, отключился один двигатель, отключили. Летали минут 40 над аэропортом и сели. Обратно сели? Да. Паника какая-то на борту? Да нет, мы же русские. Спокойно, мирно. Да, короче, винт этот выключился и все. Страшно было, нет? Ну, по сути, поначалу да, но потом как бы капитан успокоился и все. Более-менее стало. Никаких, по-моему, проблем не было. Ну, что, вернулись, сели в аэропорту, встретили, посидели в зале ожидания, поменяли самолет, прилетели сюда. 15 ноябрьских семей стали новоселами. Они в числе первых обрели квартиры в микрорайоне, который для северян строится в Тюмени. Напомню, заявочная кампания по программе переселения жителей Ямала из районов Крайнего Севера стартовала в феврале прошлого года, а уже в этом году в Тюмени в рамках программы окружного фонда жилищного строительства смогут переехать почти 2,5 тысячи семей ветеранов округа. Одними из первых ключей от квартиры в микрорайоне Ямальске в Тюмени получили ноябрьцы Иван и Надежда Ших. Своими впечатлениями о новом жилье они поделились с Ольгой Поповой. Звонили мужу, он пришел, говорит, есть две новости. Хорошая и плохая, говорю, ну какая? Ну хорошая, что мы получили квартиру, а плохая сегодня надо, говорит, ехать в Тюмень. На следующий день, 30 января, супруги Иван и Надежда Ших уехали в Тюмень, а уже 31 числа держали в руках документы на долгожданную двушку. Николай Ростовцев, дом 12, квартира 156. Иван Николаевич в ноябрьске с 1983 года. По профессии электрогазосварщик половину прошлых лет на севере провел на трассе. Сейчас не работает, уже почти 4 года, как инвалид второй группы. Вот кухня. Рассматривая в телефоне фотографии своей тюменской квартиры, Иван Николаевич и Надежда Николаевна удивляются. Даже года не прошло, как сдали документы фон жилищного строительства Ямала. А вот они, ключики уже в руках. В подъезд зашли, все, чистота, лифт, все зеркальные листья, Большой лифт, все, поднялись на девятый этаж, открываем. Ну, для меня это вообще было что-то с чем-то. По сравнению с деревяшкой, вот как все время, то общаги, то деревяшка. А в квартире чисто, тепло. Площадь 56 квадратных метров. При желании можно было доплатить и получить трешку. Но, говорят супруги, им и этого пока достаточно. Спальня большая, мы думаем, там будет сын или дочь. Если переедет, то будет жить там. А в зале желтоватые, желтоватый-коричневый и коридор такой же. Кухня голубенькая, вот обои голубенькие такие. Ну, приятно. Все капелем обложено в ванной, все. К слову, в течение года необходимо будет выплатить 13% от стоимости квартиры. Это примерно 300 тысяч рублей. Учитывая, что двушка стоит 2 миллиона 300. По сегодняшним расценкам считает жилплощадь в подарок. Именно так и не иначе свою квартиру расценивают супруги Ших. Тем более, что капиталки у них до этого не было. Жили в общежитии, а сейчас вот в деревянном домике в СМП-744. В таком, что в мороз ноги к полу примерзают. Вот у нас даже угловая комната, вот квартира угловая. Ну, тепло, я думал, будет холодно. Ну, тепло, очень тепло и уютно. Ну, вообще, ну, сделано чисто для северян. Двор очень большой, удобно, площадки детские. Позади нашего дома, говорят, будет строиться школа. Все компактно, все рядышком, красиво. На вот 18-этажные дома, там вот прям ночью лейвочки, вот это Ямал-Нецкий округ, прям освещено все. Теперь прохода нету, все завидуют. Кто и что говорят? Друзья, соседи. Теперь при встрече все знакомые первым делом требуют фотографии. Посмотреть, какие они квартиры для северян. Поскольку люди приезжают со всего округа, и чтобы это было рационально и не обременяло людей, мы предлагаем на месте там, заходя в конкретную распределенную квартиру, человеку ее осматривать, принимать ее по акту приема-передачи. Мы им вручаем ключи, они подписывают все необходимые документы, которые передаются в последующем регистрационную палату. Кроме супругов ШИХ, квартиры в первом доме Ямальского микрорайона получили еще 14 ноябрьских семей. Все жилье с чистовой отделкой. Там уже установлены сантехника, приборы учета, электроплиты. Хоть не шикарные, но уже есть кухонные гарнитуры. А также подведены телевидение, телефон, интернет и пожарная сигнализация. Парикмахерских там очень много. Это для женщин. В каждом доме по две штуки, наверное. Так что там голодный, никто не будет ходить. Продукты, все. Магазины, кафе, ну все рядом. Микрорайон Ямальский. Это 15 домов, 10, 15 и 17 этажки. И 159 семей. Это только первые новоселы. Уже в середине февраля там сдадут еще два дома. А в течение года, пообещали в фонде, сдадут и весь микрорайон. Так что собирать чемоданы, ехать в Тюмень в скором времени предстоит и другим горожанам. Ольга Попова, Александр Иванов, Виталий Харченко. Новости нашего города. Первых новоселов поздравил депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкий. Строительство Ямальского микрорайона ведется в рамках программы сотрудничества. Эта всеобъемлющая программа касается многих сфер жизни. Пенсионного обеспечения, жилья, инфраструктуры, здравоохранения и реализуется на территории трех регионов. Я искренне желаю своим землякам благополучия и комфорта на новом месте. Проект по переселению ямальцев грандиозный по своему масштабу. Впервые процесс выстроен системно. Ветераны получают жилье не в разных концах города, а для них создается отдельный микрорайон, сказал Сергей Белкий. Хотелось как лучше, а получилось как получилось. Уборка снега в одном из жилых дворов Ноябрьска закончилась чуть ли не переворотом этого самого двора с ног на голову. Коммунальщики решили навести порядок, однако в итоге переломали скамейки и ограждения. Рубрика «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». Машина в субботу была практически не выехать. Они так там расчистили, что эти горы остались. В общем, машина была заблокирована. Каждый брал лопату, если она у него была. Это хорошо, что была. А если нет, хоть руками разгребай. Эти кадры жильцы дома по Советской 107 сделали в пятницу. Как говорится, картина маслом. Переломанные пополам скамейки, помятые ограждения. Они, когда ровные металлические перила, превратились в фигурные. Название сему шедевру – уборка снега во дворе. Работа получилась коллективной. Авторство – НЖСК-3. Кто-то, глядя на запись, посмеется. Кто-то пожурит коммунальщиков. Но сами жильцы дома пережили шок. Ломать не строить. Вот привыкли, все поломаем, а потом построим. А вдруг это не заметят. С понедельника управляющая компания принялась на скорую руку устранять последствия такой вот уборки. Перила вроде бы заварили, ограждения тоже. А снег горками метров полтора высотой сложили прямо возле подъездов. Единственный вопрос, который беспокоит жильцов – кому за все это великолепие в итоге выставят счет. Сейчас начнет таяние снега, все, весь снег водой польется в подвал. Подвалы будут залиты. Пойдет запах с подвала. У нас он всегда цветет и запах бешеный. Тараканы, комары, всякая живность пойдет, будет развиваться. Опять мы должны будем, чтобы выкачать с подвала воду, это будет за счет жильцов. А прескурант здесь, к слову, не самый демократичный. Недавно жители двора выясняли, во сколько обойдется, например, расчистка снега напрямую через водителя трактора. Лично я подошел к нему и попросил почистить вот все, как положено. Он мне говорит, 350 за каждую стоянку. Я ему говорю, давай почистим, нормально, по 100 рублей хватит. Нет, 350 он даже не разговаривает. Вот здесь, вот возле кивочка, ты еще, ребята, возьмите, ты еще попросил. Что-либо комментировать управляющая компания на отрез отказалась. Удалось лишь то, что за свою «аккуратную» работу платить будет водитель автопогрузчика. А все, что было переломано, обещали восстановить. Кирилл Мигель, Александр Иванов, новости нашего города. Размер пособий для уволенных во время декретного отпуска женщин будет зависеть от их заработка. Правительство страны внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Согласно документу, оставшимся без работы будущим мамам предложено ежемесячно выплачивать 40% от их прежнего заработка. Сейчас на столь высокое пособие имеют право только женщины в момент увольнения, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком. А россиянки, которые потеряли работу во время отпуска по беременности и родам, получают фиксированные пособия, не учитывающие предыдущий доход. Конституционный суд решил, что подобное разделение недопустимо. В ноябрьске выбирают лучшего педагога. В городском дворце культуры и кино «Русь» сегодня состоялась торжественная церемония открытия городского конкурса. После небольшого концерта участники прошли первые испытания, представили свои визитные карточки. Добавлю, за звание педагога года борются 12 участников. Пятеро из них работники детсадов, семь учителя школ. Имя победителя станет известно уже 7 февраля. Далее в программе новости спорта. Футболисты «Зенита» провели в рамках подготовки к стартующему сезону свой заключительный товарищеский матч. На этот раз их соперником стал белорусский клуб «Бате», который также, как и россияне, выступает в финальной части розыгрыша Кубка Европы. Стоит отметить, что питерский клуб выступал в экспериментальном составе, поскольку половина игроков основы разъехалась выступать за свои национальные сборные. Но даже в таком, далеко не оптимальном составе «Зенит» ни в чем не уступал «Бате», а порой превосходил белорусов. Однако нападающий россиян Александр Бухаров упустил с десяток стопроцентных моментов, а вот соперник такой расточительности себе не позволил. И на 72-й минуте защитник «Бате» забивает единственный мяч в этой встрече. Сегодня в Хантамансийске стартовала спартакиада учащихся Уральского федерального округа по лыжным гонкам, победители которой получат право выступать на всероссийском финале. Не без гордости отметим, что на эти престижные соревнования поехали двое спортсменов детско-юношеской спортивной школы «Олимпиец» – Максим Зорокин и Диана Якимец, завоевавших это право на окружных стартах. Диана на округе показала просто великолепный результат, выиграв все шесть индивидуальных гонок и бронзу в эстафете. Своих соперниц она оставляла далеко позади себя. Соперники всегда равные. Я никогда, скажем, не нахожу в соперниках что-то слабое. А помогло, ну, конечно же, мой тренер, который поддерживал меня, приготовил мне хорошо лыжи, ну и тренировки. Максим в Екатеринбурге, где и проходило первенство «Ямала», показал среди юношей абсолютно лучший результат, завоевав четыре золотых и две серебряных медали. Особенно пришлось попотеть на стаирской дистанции в классике. Мне было труднее, это на классическом стиле, потому что дистанция была не очень маленькая – 10 километров. Ну, мне было ее более сложнее бежать, чем все другие дистанции. С результатами, конечно, доволен, но хотелось бы, конечно, выступить на России так же, как и в исполненном округе. Ребята не зря уже сейчас мечтают об общенациональном финале. Ведь Диана является кандидатом в сборную страны по своему возрасту, а Максим входит в ее состав по своему году рождения. Впрочем, их тренер накануне отъезда спортсменов был крайне осторожен в прогнозах. Сегодня ночью уезжаем мы на Спартакиаду, учащиеся в ОРФО, где будет отбор на финал. Ну, главная задача – это отобраться, попасть на финал, в финал учащихся в России. Ну, я думаю, все пока складывается нормально и удачно. Ну, гонки покажут, потому что живые люди, все может быть. Хочется верить, что и Диана, и Максим попадут на Россию. А там, недалеко и до больших достижений, еще одной лыжницы-олимпийца – Елены Лукьяновой, которая в этом сезоне попала в расширенный состав взрослой сборной страны впервые в истории ямальского спорта и будет бороться за право выступать на Олимпийских играх в Сочи. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Виталий Харченко. Новости нашего города. Издательский дом «Благовес» перешагнул 20-летний рубеж со дня образования. За годы становления бурного и интенсивного развития в нем случилось немало ярких и важных событий. А само информационно-издательское предприятие, созданное по приказу Виктора Городилова под определенные корпоративные задачи тех лет и структурной единицы «Ноябрьскнефтегаза» выросло в самостоятельную современную мультимедийную кампанию. Фильм о том, как это было, смотрите с завтрашнего дня на канале «Новости нашего города» в Ютубе. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 6 февраля в Сельхарде небольшой снег. Ветер юго-восточный, температура минус 17 градусов. Муравлёнка без осадков. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура 18 градусов ниже 0. Неврск переменная облачность. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура 19 градусов мороза. Температура 20 градусов. Температура 20 градусов. Температура 20 градусов. Температура 20 градусов. Продолжение следует...